Добрый день, коллеги! Я рад приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре, в котором мы поговорим про облачную систему управления IP-ATS EASTAR серии S. Она называется EASTAR Cloud Management. В ходе сегодняшнего вебинара мы с вами рассмотрим назначение платформы, варианты использования, функциональные возможности, а также познакомимся с веб-интерфейсом управления. Итак, назначение платформы EASTAR Cloud Management. На сегодняшний день существует несколько вариантов поставки, инсталляции IP-ATS от поставщика к клиенту, который реализует IP-телефонию в предприятии. Во-первых, это поставка, когда поставщик отправляет IP-ATS клиенту в заводской конфигурации, а клиент самостоятельно настраивает станцию. Либо второй вариант, когда специалист поставщика настраивает EASTAR на своей стороне и далее отправляет настроенную EASTAR клиенту. Клиент только устанавливает станцию и далее просто ее использует в IP-телефонии. И третий вариант, это поставщик отправляет клиенту EASTAR в заводской конфигурации и специалист поставщика помогает настраивать EASTAR либо на месте, приезжает, либо удаленно. Во всех случаях для помощи удаленной, для настройки, для технического обслуживания у клиента запрашивается удаленный доступ к EASTAR с помощью дополнительного программного обеспечения, которое дает доступ к удаленному рабочему столу. Это такие программы, как TeamViewer. Это также может использоваться открытие веб-интерфейса на белый IP-адрес, ну, либо какие-то другие варианты. Это создает дополнительные трудности, дополнительную нагрузку для клиента, собственно, и для специалиста-поставщика необходимо согласовывать время для удаленного подключения. Для того, чтобы это все упростить, EASTAR разработала централизованную систему управления IP-ATS, которая называется EASTAR Cloud Management. Концепция системы такова, что клиенты регистрируют свои IP-ATS EASTAR в облачной платформе, в облачной системе, и специалисты удаленно производят настройку, обслуживание и диагностику IP-ATS EASTAR. Облачная система управления EASTAR Cloud имеет архитектуру. Для поставщиков и клиентов создаются личные кабинеты. Дистрибьюторы могут создавать на портале личные кабинеты для подчиненных компаний-реселлеров и для специалистов. Дальше мы разберем способы создания личных кабинетов-реселлера, базовый доступ. А клиенты регистрируют в облачной платформе свои IP-ATS, и компании предоставляют доступ зарегистрированных АТС для подчиненных компаний и специалистов. Варианты применения. Данная система может использоваться для предоставления оборудования IP-ATS EASTAR серии S в аренду, для продажи каналов SIP на базе EASTAR серии S, то есть организации мини-провайдера. Также в основном это может использоваться для удаленного обслуживания АТС. Это все создает преимущество скорости, максимальной производительности специалистов. Все работы производятся максимально быстро и профессионально. Это значительно улучшает эффективность обслуживания и репутацию поставщика оборудования и бренда EASTAR. Создает увеличение эффективности. Вот таким образом поддерживается производителем EASTAR стратегия 3M. Это Monitor, Modify и Manage. На русский переводится как Monitoring, Modify и Management. То есть 3 стратегия 3M. Далее. Теоретическую часть мы рассмотрели. Давайте рассмотрим способы подключения и работы с IP-ATS и облаком EASTAR Cloud Management. Данная система работает через интернет. То есть для входа в систему имеется отдельная ссылка на сайте EASTAR Cloud.EASTAR.com Для компаний создаются доступы по электронной почте и по паролю. В строке браузера необходимо ввести данную ссылку, авторизоваться с помощью электронной почты и пароля и войти на портал. При использовании пароля и логина от вендора, либо от партнера будет активирован сразу доступ в облаке EASTAR. При входе в систему пользователь получает доступ к панели управления, так называемый дашборд, в которой видна общая информация по IP-ATS, видна графическая информация, а также таблицы по ошибкам и по группам. В веб-интерфейсе устройств пользователи регистрируют свои АТС, то есть конечные клиенты регистрируют IP-ATS. IP-ATS могут объединяться в группу устройств. Группы могут называться удобным способом для клиентов, для компаний. Для регистрации IP-ATS в облаке необходимо открыть панель управления станцией, веб-панель, в ссылке добавить вопросительный знак «Клауд». Предварительно можно в личном кабинете на EASTAR Cloud Management Platform на портале добавить АТС в облачную систему, то есть задать ее имя, задать группу, задать серийный номер и MAC-адрес. Далее в веб-интерфейсе IP-ATS появляется иконка в общем меню, в главном меню настроек, которое называется «Управление из облака». Перейдя в эту иконку необходимо, перейдя в консоль управления настройки управления из облака, необходимо ввести либо код аутентификации, либо идентификатор EASTAR ID. Это логин и пароль, который вам выдал либо EASTAR, либо ваш партнер, поставщик оборудования IP-ATS EASTAR серии S. Здесь выбираем управление из облака, выбираем метод активации, далее вводим логин и пароль, то есть адрес электронной почты и пароль. И попадаем в панель управления. Для входа в зарегистрированную АТС необходимо перейти в «Мое устройство», напротив, в таблице IP-ATS, напротив необходимого устройства нажать на кнопочку в виде шара земного. После некоторого времени появится панель «Перейти в устройство» и будет высвечена информация о времени сессии, в течение которого пользователь будет находиться, в течение которого будет предоставлен доступ на IP-ATS. Далее отобразится ссылка для доступа на АТС через веб-браузер с помощью данной платформы. Ссылка будет генерирована случайно, по этой ссылке необходимо будет перейти с помощью веб-браузера. Также, если на АТС открыт доступ по SSH, эта ссылка для доступа с помощью программы «Пати» либо какой-то другой программы будет доступна в панели «Перейти в устройство». Для доступа к веб-панели АТС необходимо ввести логин и пароль, тот, который вы задавали при конфигурации вашей IP-ATS. Вверху в веб-панели доступа к АТС будет написана, будет высвечена информация о том, что соединение прекратится через то время, которое вы указали на этапе входа в вашу АТС. Система предоставит доступ, уже публичный доступ в вашу АТС из интернета. С помощью личного кабинета облачной платформы «Ястар» можно управлять подчиненными организациями и пользователями. Для подчиненных организаций создаются учетные записи по адресу электронной почты. Для этих подчиненных организаций можно открывать доступ для АТС, либо назначать права на доступ к АТС. И для того, чтобы создать доступ для подчиненной организации, необходимо ввести имя пользователя, ввести электронный адрес, e-mail, и выбрать тип, либо реселлер, либо базовый. Также можно задать название компании и мобильный телефон. Нажать кнопку «Отправить информацию об активации» на электронную почту. Придет письмо о том, что необходимо активировать доступ. То есть, таким образом, уже мы клиенту предоставим доступ к веб-порталу облачной системы. И доступ к веб-порталу различается по следующим критериям. Это дистрибьютор, реселлер и базовый. Дистрибьютор доступ есть как бы у дистрибьютора Ястарка, у которого заключен договор непосредственно с поставщиком оборудования, с компанией Ястарк. А учетные записи для реселлеров будут создаваться дистрибьютором. Реселлер может создавать только записи для базовых учетных записей с базовым доступом. А учетные записи с базовым доступом предоставляются либо конечным клиентам, либо компаниям, которые будут обслуживать АТС. Это самый ограниченный доступ. В нем нет возможности управления подчиненных АТС. В нем нельзя создавать учетные записи для реселлера, другие учетные записи. То есть с помощью этого доступа можно только управлять, только заходить на АТС, но нельзя создавать доступы для АТС, либо создавать учетные записи. Далее в облачной платформе есть журнал уведомлений. Уведомления настраиваются по критериям, которые показаны на экране. Уведомления приходят на электронную почту. Также все уведомления отображаются в виде таблицы в личном кабинете. Уведомления можно фильтровать, выбирать по дате. Также выбирать по серийному номеру АТС и выбирать по уровню оповещения. Либо это устройство, либо по системе. То есть какое событие. То есть фильтровать по событию. Далее. Облачная система. Ястар Клауд Менеджмент. Содержит логирование действий. То есть все действия пользователя протоколируются в журнале. Этот журнал сохраняется. То есть любые действия, которые произведены в области тех АТС, которые зарегистрированы к данной компании, которые привязаны к данной компании, будут отображаться в отдельном журнале. Журнал также можно фильтровать по типу действия, по времени, по IP-адресу и серийному номеру. Вот, собственно, теоретическую часть мы общую и веб-интерфейс рассмотрели. Теперь давайте рассмотрим демонстрацию. Которую мы подключим к IP-ATS Ястар серии S тестовой к облачной платформе. Давайте перейдем в веб-браузер. Так, сейчас веб-браузер должен быть вам виден на экране. Вот, я выйду из облачной платформы и перейду по ссылке, открою новую страницу, перейду по ссылке cloud.ya.start.com, нажимаю вот. Далее я должен ввести email и пароль для входа в систему. Входим в систему. Вот у нас показывается, что ни одна АТС сейчас не зарегистрирована. Вот далее мы должны зарегистрировать нашу АТС в облачной системе. Для того, чтобы это сделать, необходимо перейти в IP-ATS Ястар. Переходим в веб-интерфейс. Входим. Набираем логин админ, пароль. Входим в веб-панель управления, IP-ATS. Переходим в меню настройки. И, как видим, здесь нет иконки облака. Вот, то есть мы должны сейчас через знак вопроса ввести cloud, ввести в ссылку cloud. Добавить слово cloud. Нажимаем год. IP-ATS уже пошла заново, активизировала консоль настройки управления из облака. Вот эта иконка. Входим в консоль настройки. Выбираем управление из облака по Ястар ID. Здесь мы должны ввести логин, то есть e-mail и пароль. Также можно авторизоваться по коду аутентификации, который вам предоставит Ястар. Вот здесь выбираем пароль. Набираем пароль. Нажимаем подтвердить. Так, ошибка активации. Давайте попробуем еще раз. Так, давайте попробуем другой АТС. Знак вопроса cloud. Переходим в панель настройки АТС. Переходим в управление из облака. Выбираем аутентификацию по Ястар ID. Вводим логин. Мейл адрес. Вводим пароль. Для доступа на портал Ястар Клауд. И мы подключили нашу АТС к облачной платформе. Таким образом, в управлении из облака в меню настроек статус будет отображаться как подключено. Переходим в управление облаком. Обновим страницу. Вот, и видим здесь, что у нас подключено одно устройство Ястар С50. Также мы можем попробовать добавить еще второе устройство через некоторое время. Может, связь на нем восстановится. Вот, в вкладке «Мое устройство» мы видим наши все устройства, которые зарегистрированы в облачной платформе. Далее устройство можно объединять в группы. То есть можно создать группу. Назовем ее «Моя группа». Нажимаем кнопку «Добавить». Так, далее. Добавим в эту группу IP АТС, которую мы подключили к облаку. Нажимаем кнопку «Сохранить». Таким образом в группе будет присутствовать наше устройство. Далее мы в созданное устройство можем, добавленное устройство можем перейти, нажав на клавишу, на кнопку «Земной шарик». Нажимаем, далее выходит панель, которая нас просит указать время сессии до либо 30 минут, либо час, до 24 часов. Тайм-аут входа в систему. Выбираем. Нажимаем «Войти». Отображается информационная панель «Перейти в устройство» и временная ссылка, которая нам дает доступ к нашей управляемой станции. Мы можем по этой ссылке перейти. Вот эта ссылка доступна из интернет. Далее ввести логин, пароль. Так, у нас русский язык автоматически переключился. И в верхней части веб-интерфейса отображается время соединения. Это 29 минут, около 29 минут. То есть то время сессии, в течение которой мы можем работать с АТС. Далее мы вводим логин и пароль для доступа в нашу АТС. То есть это админ и тот пароль, который мы создавали на этапе конфигурирования для нашей API-АТС. Набираем пароль, нажимаем «Войти». Мы подключились к веб-панели нашей API-АТС через веб-интерфейс удаленно. То есть через ссылку, через интернет. Далее мы можем производить необходимые настройки. То есть управлять нашей API-АТС точно так же, как бы мы управляли с помощью удаленного рабочего стола или удаленного подключения. То есть управление API-АТС по ссылке через Ястарклауд платформу не отличается, за исключением того, что соединение прекратится через время сессии, которое здесь указано. Далее для того, чтобы предоставить доступ к АТС по протоколу СССР, что часто бывает необходимо для диагностики, для настройки, для трассировки вызовов, необходимо перейти в настройки безопасности в АТС. Так, что-то не подгружается сейчас. В настройках безопасности необходимо в сетевых службах включить доступ к ОССР. Нажать кнопку «Сохранить», «Применить», «Подождать, пока настройки применятся», поскольку доступ у нас осуществляется через интернет, то есть мы удаленно управляем наши АТС через интернет. Поэтому следует набраться терпения и немного подождать. Так, все сохранили, да, настройки применили. Еще раз нажмем «Применить», закрываем, выходим из нашей АТС по удаленному доступу. Закрываем панель, вот, и давайте завершим сессию. Прервем соединение для того, чтобы повторно подключиться, используя как веб-панель к IP-АТС, так и протокол СССР. Далее, давайте войдем заново в нашу АТС, выберем тайм-аут уже чуть больше, там часа на 4, нажимаем кнопку «Войти», и удаленно, так, СССР не включен. АССР почему-то не включился. Так, ну давайте попробуем перезагрузить и зайти на нашу IP-АТС, включить АССР, посмотреть статус соединения, статус порта АССР, статус «Разрешен ли нам доступ на АССР», на АТС. Так, это в безопасности, идем в сетевые службы, доступ к СССР разрешен. Почему-то он в облаке не отобразился. Давайте еще раз прервем соединение. На всякий случай отключим нашу АТС от облака. Вот, для того, чтобы отключить АТС от облака, необходимо перейти в панель управления из облака, в консоль управления облаками, нажать кнопку «Отключить». Вот, тогда из консоли управления облаком у нас АТС становится неактивной, то есть это АТС уже нельзя управлять с помощью облачной системы. И, соответственно, нельзя нажать на земной шарик на иконку для того, чтобы войти в эту станцию. Вот, также мы можем снова ее подключить. Поднимем адрес электронной почты, набираем пароль. Нажимаем кнопку «Подключить», и АТС у нас подключается к облачной платформе. Давайте на всякий случай еще вторую АТС попробуем подключить, предварительно настроив на ней СССР в сетевых службах. Здесь уже открыт СССР, ничего настраивать не нужно. Переходим в управление из облака, выбираем соединение по Eostar ID, вводим адрес электронной почты, пароль. Нажимаем «Подтвердить». Так, и вторая АТС у нас не хочет почему-то подключаться. Может быть в настройках Firewall дело. Так. Нет, вторая АТС не хочет, первая АТС не хочет подключаться. Попробуем еще раз перелогиниться. Если еще раз не получится, то не будем тогда пробовать. Может быть здесь DNS неправильно настроен. Так, DNS сервер. Введем все восьмерки. Нажмем «Сохранить». АТС сейчас перезагрузится. Возможно из-за DNS мы не могли подключиться. Вот. Первую АТС мы подключили. Она у нас со статусом подключена. Соответственно, в веб-интерфейсе платформы, она у нас снова доступна. То есть у нас активировался земной шарик, на который мы можем нажать. Мы можем задать таймап входа в устройство, нажать кнопку «Войти». Так, и SSH у нас все равно не активируется. Ладно, хорошо. Попробуем в другой раз SSH активировать. Давайте сейчас посмотрим, пройдемся по веб-интерфейсу управления. Вот группу устройств, в которых можно размещать АТС, мы рассмотрели. Далее у нас отображаются все ошибки, которые на АТС происходят. Эти ошибки можно фильтровать по уровню оповещения. Также у нас отображается журнал действий, тех действий, которые совершались с АПИ АТС. В настройках мы можем добавлять пользователя. То есть для того, чтобы добавить, пригласить пользователя и создать для него личный кабинет, мы нажимаем кнопку «Добавить», вводим email-адрес. На электронный ящик по данному email-адресу отправляется сообщение, приглашение. Вот, и перейдя по отправленной ссылке, наш клиент активирует доступ в личный кабинет. Вот в области безопасность мы можем задать, поменять собственный пароль. Вот это у нас было в меню настройки. В области устройства мы можем разрешить управлять нашим устройством тем компаниям, которым мы предоставили доступ. То есть вот этим компаниям с уровнем доступа реселлер и с базовым уровнем доступа. То есть фактически у нас реселлер представляет компанию, а базовый уровень доступа у нас может предоставляться клиенту. Предоставляться клиенту, конечному клиенту, который просто регистрирует АТС и просто работает со своими устройствами. Вот мы можем видеть IP АТС наших подчиненных компаний, то есть реселлера и базового клиента. Так, наша IP АТС вернулась из перезагрузки. Давайте в нее войдем. Набираем логин, пароль. Подключаемся к станции. Входим в панель управления. Набираем в вопросительный знак Cloud. Входим в управление из облака. Вводим логин, пароль для доступа к облаку. Нажимаем кнопку подтвердить. Так, возможно, она снова не подключится. Так, не подключается. Ну, по крайней мере, одна АТС, IP АТС у нас есть в доступе, так что демонстрация, считаю, проведена успешно. Вот. Давайте попробуем предоставить доступ нашей одной единственной АТС для каких-то клиентов. То есть мы нажимаем напротив АТС на человечка с плюсиком, выбираем тех пользователям, которым мы предоставляем доступ, нажимаем кнопку сохранить. Вот таким образом мы нашим подчиненным клиентам предоставили доступ на данную АТС. То есть войдя в личный кабинет под данным логином, паролем, вот они, эти пользователи будут видеть эту IP АТС и смогут ей управлять. Ну, в принципе, как бы мы все рассмотрели. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Спасибо. 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 Так. Окей. В завершении демонстрации я хотел бы показать, если получится сейчас демонстрация рабочего стола, если активируется, да. Я хотел бы показать доступ, который предоставлен яstarttrack.gmail.com, который предоставлен нашему клиенту со статусом реселлер. Вот я в отдельном браузере открыл облачную панель управления. Вот для яstarttrack, для нашего реселлера, для нашей учетной записи, по которой мы пригласили реселлера. Здесь наша подчиненная компания видит IP-ATS, к которой мы разрешили доступ. Вот также из данной панели наш клиент может перейти, наша дочерняя, наша подчиненная компания может перейти в веб-панель управления IP-ATS. Вот. Но с помощью данного доступа нельзя создавать… Можно просматривать ошибки, можно просматривать журнал действий, но нельзя добавлять пользователей со статусом реселлер. Но можно добавлять пользователей со статусом базовый. То есть можно создавать подчиненные компании, либо подчиненных пользователей с самым ограниченным доступом. Вот. Здесь для этого необходимо задать лишь e-mail, имя пользователя. Компанию мобильной, по-моему, можно не задавать. Вот. То есть приглашать наших клиентов для участия, для создания личного кабинета в ЯСтар Клауд платформ. Вот. Точно так же мы можем зайти под базовым доступом. Вот. В базовом доступе мы видим все то же самое. То есть видим устройство, для которого разрешена сессия для подключения. Можем перейти по ссылке. Вот. Можем создать друг устройств. Так. Но АТС в эту группу уже добавить не можем. То есть только те АТС, которые мы под своим логином, e-mail, электронным адресом и паролем зарегистрировали, мы сможем добавлять в нашу группу устройств из... То есть наш клиент с базовым уровнем доступа сможет добавлять в свою группу устройств. Только те АТС, которые он сам зарегистрирует под своим логином и паролем. Далее. В настройках уже нет меню для создания, для приглашения подчиненных компаний для создания каких-то пользователей. Это уровень базовый. Вот здесь пользователь с базовым уровнем может только изменить свой пароль и все. Никого уже приглашать не может. А клиенты с уровнем реселлер могут приглашать клиентов с базовым уровнем. Вот все. Вроде бы все рассмотрели. Вот демонстрацию и вебинар я предлагаю завершить. Вот если есть вопросы, пожалуйста.